Лёня на лыжах, Артём на коньках, Таня на санках с горки, наряжена ёлка, вся в огоньках, праздник встречает настройка! Девчонки, верши столицы, так, внимание, 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 дорогие друзья! Первый гость утреннего шоу «Настройка» в 2018 году, пора представить его, наконец-то, молодой музыкант с очень взрослым баритоном. Между прочим, имеет огромную армию поклонников и выступает в самых разных городах нашей страны. Алексей Брянц, доброе утро, Алексей! Доброе утро! Доброе утро! Вот тут очень смешное как раз сообщение пришло. Когда впервые услышала песню Алексея Брянцева, подумала, что это мужчина лет 50-60, потом увидела фото и обалдела. Как? Вот как? Многие до сих пор предстаются вопросом, как можно иметь такой взрослый баритон? И при этом быть таким молодым! Да, может специально что-то делаешь, что-то ешь, что-то пьёшь, как-то там, я не знаю, сдавливаешь, может, махорку какую воронежскую специальную надо курить, чтобы... Голос таким был. Все от природы. Все от природы. Все как есть, да. Вот я прям представляю, как Алексей только появился на свет. Мама! Кстати, да, а вот в детстве... Алексей, а вот в детстве до процессов мутации мы знаем, что у мальчиков ломается голос. Страшное слово мутация. Лет в 13, но это, да, мутирование, да, голос. Голосовых связей. У тебя вот до ломки голоса как-то отличался голос от остальных сверстников? Был такой нормальный. Сложно вспомнить, сложно. Да, я сейчас настолько привык, уже не помню. Хорошо. Подожди, но есть же какие-то детские там записи, воспоминания, там видеокассеты? Конечно, у всех у нас есть, да. У нас у всех они есть. Я помню, родители как-то записывали что-то. Нужно пересмотреть, да. Вот, пересмотреть и всем потом рассказать, какой голос был в серии. Я вот просто родился в 52-м году, у нас не было еще моих тапонов, чтобы записывать. А тебя на ноты записывают. Такой вопрос. Вот когда голос уже стал взрослым, красивым, пользовались ли, я не знаю, одноклассники или друзья тем, что Алексей мог позвонить и выдать себя за директора школы или за кого-то еще? Нет, такого не было. Не было? Из военкомата звонок. А на автоответчик часто просили записать голос? Нет, такого тоже в практике не было. Ну а что-нибудь интересное? Единственное, что я помню в тот момент, когда в школьные годы голос сломался, да, как-то учительница по истории очень любила, спрашивая меня на уроках. Ах, я прямо представлю, Брянцев отвечал за весь класс. А она была молоденькая, Алексей, расскажите нам. Более того, она еще была моей соседкой. А, ну ты молоденькая соседка? Так она круглосуточная могла наслаждаться голосами. Не понимаю, что происходит. Алексей, зайди сегодня ко мне за солью. Так я же заходил. Еще раз зайди. Ты учебник оставил. Отлично. Вообще, когда ехал-то? Мы же понимаем, только что узнали, что приехал из Воронежа. Всю ночь ехал, 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 ехал. Прекрасно. Во сколько выехал? Как трасса? Чистенькая? М4, шикарно. Снега не было, все нормально? Зима не балует нас. Встретил ли кого-нибудь по дороге? Может быть, подвез кого-то. Может, какие-то там женщины одинокие ходят, у дороги грибы собирают. Может быть, кто-то голосовал, а ты решил, думаю, вчера в Москву еду, хоть бензин отобью. Ты вот этим каршерингом не занимаешься. Нет, нет, такого не было. Ясно. Ну что же. Общительный у нас сегодня Алексей. Общительный, как обычно. Ну что, большое спасибо. В гостях у нас был Алексей Брянцев. Мы вернемся. Лёня в танце закружился и в Снегурочку влюбился. 10, 14, да уже 15 столиц. И сегодня у нас в гостях Алексей Брянцев. Столько всего интересного Алексей уже успел рассказать в прошлом блоке. Как доехал. Как доехал. Кого довез. Что с голосом было. Давайте уже поговорим о приятном. Наступил новый 2018 год. Как у тебя прошло празднование Нового года? Где отметил? На работе дома. В работе, дома, с родными, с друзьями. Подарки опять же. Какие получил, какие подарки. Подожди, не все вопросы, Алексей не запомнит столько вопросов. По порядку. Дома, в кругу семьи. Прекрасный Новый год. Впервые такое. Без снега, да? Без снега. Впервые, потому что обычно работа в себе? Ну для меня как-то это обычно. Без снега. Сейчас для меня Новый год стал годом, скажем так, новых целей и планов. Вот. А все-таки семья, мелкое поколение в семье, да. Вот для них праздник не совсем состоялся. Но Дед Мороз был. Дед Мороз? Ну что подарил Дед Мороз? Очень много всего. Очень много. А конкретно тебе? Конкретно мне? Да. Конкретно мне Дед Мороз сам себе подарил, скажем так. В своей семье. Что ты себе подарил? Как это интересно звучит. Да, хорошо. Какой ты себе подарок сделал? Ну, не буду озвучить это. Ах ты. Не буду озвучить это. Хороший, дорогостоящий подарок. Значит, мне самое важное, чтобы все мое семейство было довольно радовалось. И чтобы в вере в волшебство для детей это произошло. Хорошо. Нет, этого приятного. Расскажи, есть ли у тебя в семье какие-то новогодние и предновогодние традиции? Потому что я тут благодаря Фейсбуку узнал, что, оказывается, у огромного количества людей есть какие-то семейные традиции. Там, пельмени лепить, что-то... Перед Новым годом, да. Садятся все семьи, особенно. Нет, нет, все как у всех. Куда-то отдыхать ездили? Нет, по гостям. По гостям всю ночь? По гостям и родственникам, да. Нет, встречались с семьей дома и потом позже решили проходиться по близким. Хорошо, тогда... 5-го числа включить, Алексей катал по близким. Тогда такой профессиональный вопрос. Ты вот в черном незаметно набрал ли ты килограммы за эти праздники? Как ты потом их сбрасываешь? Ну, у меня с этим как бы пока проблем нет, я считаю. Хотя, может быть, и есть. После 25-ти сложений сбрасывается. Я настолько ленивый человек, я каждый день тебе говорю, что пора начать заниматься спортом. И вот это происходит каждый день. Пока что говорю, это уже хорошо. А если бы был выбор и действительно от слов перешел бы к делу, на каком виде спорта ты бы остановился? Что тебе ближе? Что тебе нравится? Может быть, ты смотришь по телевизору какой-то вид спорта и сопереживаешь? А что нет? Сопереживаю, конечно же, это футбол. А сам ты играешь в футбол? Ну, сейчас нет, раньше было. На какой позиции? Полузащитник. Полузащитник. До университетской скамьи играл в футбол, да. А в университете что там случилось? Почему не стал играть? Ну, за факультет были, помню, соревнования у нас такие. Межфакультетные в вузе. Ну, и потом все. Потом я снова проявил свою лень. Захотел бросить этот университет и так далее. А сейчас симпатизируешь воронежскому факелу? Или, может быть, ты болеешь за какую-то столичную команду? Или за английскую команду? Английский факел есть. Честно сказать, сейчас, чтобы быть болельщиком какой-то определенной команды, сейчас такого нет. За сборную России будешь болеть? Обязательно. Я в них верю. Твои перспективы. Выйдем ли из группы? И если выйдем, то до какой стадии можем дойти? Нет, выйдем ли из сумрака сначала? Ну, я думаю, что выйдем. Из группы выйдем, а дальше что там? Дальше вот здесь не предсказываем. Четвертьфинал, полуфинал, финал. Сложно сказать. Где остановимся? Очень сложно сказать. Ну, я хотел бы увидеть команду хотя бы в полуфинале чемпионата. Это что касается футбола. А что касается нашей олимпийской сборной, которая все-таки уже в феврале ездит. В Хенчхане за кого будешь болеть? Ну, здесь намного сложнее. Я все-таки, мне футбол ближе. Хорошо. Биатлон не ближе. Все. Уйдем от футбола, уйдем от спорта. У нас есть информация, птичка донесла, что в декабре вначале ты был в гостях у другой птички. Зовут ее Ирина Круг. Ирина говорит, пропало две вилки. Пожалуйста, Алексей, передайте. И ножик один. Там было много гостей, но я не знаю, может, это не Алексей, но просто на всякий случай передать. Вилки были красивые. Мельхиоровый. Что ты делал у Ирины в гостях? Просто был в гостях. Часто ли ходишь ты к Ирине в гостях? Ну, по возможности. По возможности. А ты сам напрашиваешься, или она тебя приглашает? А у нас как-то это обоюдно получилось, да. Потому что находился я в Москве как раз на съемках, на съемках предновогодних, по-моему, на Шансон ТВ. Да, и после съемок как раз попал в гости к Ирине. Хорошо, друзья. Посидели, побеседовали. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю нашим радиослушателям, можно и нужно задавать вопрос Алексею Брянцеву. Плюс 7, 909-955-1030, вайбер, ватсап, смс, пишите. Ушки зайца прикрепил, разбил свою копилочку, Артем елочку купил. Еще бутылочку. 10, 27, Москве, Алексей Брянцев у нас сегодня в гостях, дорогие друзья. Присылайте свои вопросы Алексею. Ну, а сейчас мы поговорим немножечко о музыке, о творчестве, о всем. О том, что нового выходит или вышло. О том, что волнует всех наших слушателей. Конечно. Нет, наших слушателей волнуют две вещи. Это когда ты приедешь к ним в город. Да, это первое. И где новые песни. И второе, да, что с новыми песнями, новыми альбомами, пишется или не пишется, когда будет издаваться и так далее. С чего хочешь начать? Ну, гастроли, наверное, в конце, да, мы поговорим о них. Расскажешь о городах и весях, где ты будешь выступать. А сейчас давай о новых песнях. Ну, новые песни пишутся. И я очень все-таки надеюсь, что то, что задумано на этот год, потому что задуман у нас такой своего рода эксперимент. Да. Чтобы проект Брянцев, понятно, что тексты в своей основе, да, и голос, он не изменится, а вот звук в этом проекте должен измениться как-то кардинально. Что проект Брянцев... К рэпу идем? Нет, не к рэпу, но чтобы проект зазвучит как-то немного по-другому, что ли, посовременнее, повкуснее. Ну, не буду говорить. Правильно, нужно уже скорее это делать и показывать. Эксперимент сейчас происходит. Когда мы увидим плоды этого эксперимента? Весной. Весной 18-го года, да. То есть на какой студии это будет все происходить? Там же Воронеже? Там же Воронеже. Все на одной студии делается. Поменяете музыкантов или нет? Пригласите кого-то дополнительно. Это, наверное, к старшему Брянцеву больше вопросов. Современному продюсеру. Все-таки, да, этой частью занимается он. Хорошо, песня «На расстоянии любви». Что можешь рассказать о ней? Песня была сделана до Нового года, закончена. Рассказать? Да, тоже, Артем, опять же, это вопрос, наверное, к старшему Брянцеву, потому что написанием текстов и музыки занимается он. Я же в проекте только как голос. Ну, надо же прочувствовать эту песню. Может быть, кому-то внутренне ее посвятить. Не все песни получается прочувствовать. В этом и сложность. А есть у тебя любимые песни, которые звучат? Скажем так, не свои истории я исполняю. Зачастую и так бывает. Ох, Алеша, Алеша. Вот песня «На расстоянии любви», она может стать одной из твоих самых любимых исполняемых тобой песен или нет? А пока что сложно сказать. Она должна немножко как-то... Пожить. Пожить. Пожить, да. И тогда будет уже понимание. Хорошо, давайте, чтобы у нас у всех было понимание о новой работе, мы начнем ее слушать. Там вступление 47 секунд, и не переживай. Вот, мы можем даже начинать всех призывать наших радиослушателей. Да, друзья, в общем, у нас скоро впереди игра, которая называется «Пять секунд». Да, вы, если хотите сразиться с Алексеем Брянцевым, сыграть один на один, то звоните. 223-5550, код Москвы, 495. Не обязательно Воронеж должен звонить, да? Может позвонить в какой-то любой другой город. Звонить. Сыктывкар, например. А еще какие-то города знаешь. На букву «С» Самара. Самара. Самара-то. Тебе на «А». Самарканд. Амадырь. Таня к елочке бежала. Зацепилась и упала. 10.35 столица уже поднялась, дорогие друзья. И у нас, например, в гостях сегодня Алексей Брянцев. Прямо сейчас мы его подвергнем нам очень интересным и любимым нами испытанием. Называется это «Испытание. Игра. Пять секунд». Алексей будет играть вместе с Еленой. Итак, Елена, вам доброе утро. Доброе утро, настройка. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Мы рады, что я дозвонилась из Самары. До вас была 16 декабря на концерте на вашем, Алексей. Получила огромнейшее удовольствие. Ждем вас еще в Самаре в гости. Мы с Веночкой, с подружкой, с моей Русеевой вас постоянно посещаем. Так, значит, в Самаре. А Алексей видел вас прямо со сцены. Вы с Леночкой сидели, он даже вам махал. Рукою махал, да. И так подмигивал. Типа девчонки, выходите на танцевать. А вы в этот момент шоколадку доставали из сумки своей. Итак, хорошо, значит, мы играем в игру пять секунд. Игра на реакцию. Задается вопрос и дается пять секунд на ответ. Алексей даже не смутился. Игра поможет проснуться. Алексей еще не проснулся просто. Вот эта игра, как показывает практика, будет всех. Итак, ну, начнет Лена, потому что Лена уже в эту игру играла как-то с Шафутинским, Михаилом Захаровичем. Да, она гордится этой игрой. Я не помню, кстати, кто проиграл, кто выиграл. Записала на кассету, Елена. Я поигрываю. Так, хорошо. Итак, начинает Елена. Лена, первый вопрос. Назовите трех любых спортсменов, которые выступают на коньках. Так, Ягудин... Молодец, Елена. Главное, Ягудина... А у меня было ощущение, что это Яна Рудковская прорвалась еще и смеется. А как вы забыли плющенка моего? Женечка, Женечка. Хорошо, идем дальше. Алексей, назови три любых салата, которые ты ел в новогоднюю ночь. Оливье, греческий, цезарь. Ух ты, ничего себе. Такие редкие салаты для новогодней ночи. Греческий, цезарь. Обычно осцелят к подсобе. Чтобы не объедаться, это называется. Идем дальше. Елена, назовите три любых способа хранения денег. Стив, банк, карман. Молодец. В кармане деньги? Один, один. А может, в кармане им пальто, которое висит в гардеробе? Есть их много, можно... Откуда ты знаешь, что это хранение? По карманам расставать. Так, идем дальше. Рассказывал. Алексей, назови три любых города Испании. Барселона, Мадрид, Севилья. Вытянули прям, ну вытянули. Я не подсказывал. Я сразу почему-то подумал про футбол. Так, хорошо. Два-один. Елена, назовите три любых итальянских блюда. Паста, моцарелла какая-нибудь, я не знаю. Равиоли. Но моцарелла это не блюдо, моцарелла это сыр. Да нет, потому что я ее не знаю. Срочно в Италию, срочно в Италию. Езжайте и пробуйте, хорошо? Салат капрезе. Идем дальше. Алексей, назови три любых праздника в январе. Рождество, Крещение, Новый год. Молодец. Справился. Три-один в пользу Алексея. Елена, назовите три, так как год собаки наступил, три любых фильма про собак. Белый бим, черное ухо, Алый пес. Алый пес? Пес по кличке Алый. Алый пес. И голубой щенок. Вялый пес. Ко мне Мухтар, да, про лыстья. Хатика. Прости, не Бернара Бетховен. Хорошо, и танкисты, и собака. Все, все, закончили, закончили. Это вам легко так вот говорить. Это точно, да, да, да. Перед нами видеокассета, мы все это видим. Хорошо, идем дальше. Алексей, назови три любые песни Ирины Круг. Дом на горе, Ключики, Букет из Белых Рос. Кто последний? Букет из Белых Рос. А, Букет из Белых Рос. Лена, назовите трех любых знаменитых Алексеев. Ну, Брянцев, Баталов, Глызин. Молодец. Молодец. Но, в общем-то, вы уже не выигрываете, но, тем не менее, в чистую может выиграть сейчас Алексей. Вопрос такой. Алексей, назови три любые вещи, за которые можно сказать спасибо, кроме спасибо, что ты есть, и спасибо, что со мной. За что еще можно сказать спасибо? Поехали. Это тупик, все. Это фиаско! Это фиаско! Спасибо за газ, спасибо за свет. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь. Спасибо за дочь, да. Ну, и спасибо за игру, друзья. Благодарим нашу радиослушательницу Елену. Молодец, играла хорошо. Проиграла, но весело. Немножечко не хватило до победы. Спасибо. У него бодрящий эффект. Утреннее шоу-настройка на радио Шансов. 10.46 столицы. Сегодня у нас в гостях Алексей Брянцев, над которым мы не так давно поиздевались в игре «Пять секунд», но не получилось поиздеваться. Человек уверенно совершенно отвечал, проснулся. Но сейчас же получится. А сейчас, я надеюсь, тоже не получится, потому что человек музыкальный, поэтому разберется. Мы вдруг сегодня решили. Ну, вот мы знаем, взрослый баритон Алексея Брянцева, его же надо как-то использовать по назначению. Мы подумали, почему бы Алексею этим красивым голосом не спеть песни, которые, наверное, вот так вот должны были звучать в оригинале. И ты года 2017 и не только. Ну, и не только, да. Потому что их поют женщины, и поют как-то, мне кажется, веловато. Надо их спеть так вот пожестче, поглубже и посерьезнее. Дать второй шанс этим песням, вторую жизнь подарить им. Да, и может быть, они опять станут мега-хитами. Ну что, готовы? Давайте первой песней возьмем классику. Классика Катюша Лель. Песня Буси Пуси. Буси Пуси. У нас есть фонограмма. Текст отдал? Да, у Алексея есть. Да он и без текста прекрасно знает эту песню. Одна из его любимых слов. Итак, Алексей, попробуй вот своим красивым баритоном испортить песню Катю Лель. Главное не заржать. Да, можно и ржать. Можно и ржать. Ну что, готов? Поехали. Там быстро все начинается, поэтому практически нет никаких вступлений. Будь готов. Ну, если что, еще раз поставишь. Поехали. Муси Пуси Пуси Пуси. Браво! Ну что, хорошо, хорошо. Первый блин не вышел комом. Мне кажется, что можно теперь заменить пытку. Вот знаете, когда этим утюгом раскаленным пытают, можно просто включать эту песню в исполнении Брянцева. Итак, поехали. Песня номер два. У нас не очень много времени, друзья. Итак, песня Светланы Лободы «Твои глаза» исполняет Алексей Брянцев. Поехали. Такие чистые, как небо, назад нельзя. Такая сила притяжения твоих глазах. Останови это движение. Я для тебя остановлю эту планету. Ну браво, ну браво, ну браво. Видели бы вы, какие глаза сейчас улыбались. И последняя песня, дорогие друзья. Это мега-хит. Мега-хит. Оля Бузова. Поехали. Мало, 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 половин, мало, мало, половин, мало, мало, половин, мало, мало, половин, я открываю мир других мужчин. Это было очень круто. Великолепно. Ну а мы сделаем небольшой перерыв и скоро вернемся. Посреди холодных вьюг голоса на стройке услождают людям слух. Греют, как настойка. 10.54 в Москве. Только что пришла смс-ка от Ольги Бузовой. Я хочу с ним петь и гастролировать. Вот так вот, друзья, видите, а вы сомневались. Скоро глядишь, у Алексея в инстаграме будет. А вы сомневались, да. А вы сомневались, да. Ну что, Лобода смс-ку прислала. Подвинься, Бузова, я первая. Ну, в принципе, да, Катя Лелли смс-ку прислала в очередь. А меня не забудьте. В очередь, встаньте, девочки. На самом деле, есть вопросы от наших радиослушателей. Давайте на некоторые, может быть, успеем как-то ответить. Вопрос от Лианы из Екатеринбурга. Как твое отношение к хип-хопу? У Алексея Брянцева она спрашивает. Нравится ли тебе творчество Эл-Джея? Ух ты. Только не спрашивай, кто это. Да нет, я слышал о таком проекте, потому что я слушаю абсолютно разную музыку. Ну, вообще, хип-хоп, рэп, нравится, нет? Более-менее ровно отношусь к этому. Понятно, не фанатейш. Ну, нет. А есть какие-то направления, которые, например, ты не исполняешь, но тебе жутко нравятся? Поп-рок. Музыкально, поп-рок. Мы выяснили, что Стинга, кстати говоря, очень любит даже наш Алексей. Так, любимый цвет, если есть. Белый, синий, красный. Ух ты, вот так вот, да. Цвета Голландии, да, хорошо. Не только Голландии, Славьи, Славьи, Слава, Словакии, да. Так, если бы встретил Бога, что бы ты ему сказал? Вот такой вот сложный вопрос. Но ты не торопись его встречать пока. Я бы ему сказал, что я в него верил. Прекрасно. Ну и главное, наверное, вопросы... Будут ли клипы, вот, спрашивают. Хоть один, да. Клипы, это тоже, кстати, мой вопрос, любимый. Хочется побольше видеоклипов? Планируется. Да? Как-то? Планируется, но точную дату выхода и даже время года не могу сказать, потому что все в процессе сейчас. И даже год не могу сказать. Да. Есть ли страничка в соцсетях, интересуется радиослушатели? Страница есть в соцсетях, официальная. И контакты на класснике, по-моему, но я этим не занимаюсь. Будешь ли ты в Германии в этом году? Есть такие планы? В этом точно нет. Посетить Германию? Нет, в этом году нет. Ну что, у нас остается буквально несколько минут. Если будут какие-то предстоящие гастроли, о которых хочется заявить, можешь сказать прямо сейчас, где ты будешь, там, не знаю, сегодня, завтра, через неделю, месяц. Центральная часть России. Могу заявить, очень часто спрашивают, когда же концерт в Москве? Так. 8 марта 2018 года будет концерт в Москве. Отлично. Прямо на праздник. Прямо для всех девочек подарок. Да, девочки будут довольны. Так что мальчики приобретайте билеты. И дарите их своим девочкам. Ну а что, мы благодарим Алексея за то, что... Приехал. Сделал, да. Из Воронежа, сан, на машине. Немалое дело. Привез себя из Воронежа. Привез себя. В утреннее шоу «Настройка». Теперь также благополучно желаем тебе добраться обратно. Спасибо тебе огромное. Приезжай к нам еще. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok